Осень радует берчан последними теплыми и погожими деньками, однако ночью уже пугают первыми заморозками. Не за горами новый отопительный сезон. Готовы ли коммунальные системы к зиме и когда дадут тепло в квартиры? Об этом в актуальном интервью рассказал заместитель главы города Бердска Владимир Захаров. Владимир Николаевич, какова на сегодняшний день готовность городских систем к началу отопительного сезона? Все ли соответствующие работы выполнены? Есть ли проблемные моменты? Работа по подготовке к отопительному сезону 19-20 началась после того, как мы вышли из сезона 18-19 годов. У нас создана комиссия безведомственная по подготовке к зиме. У нас работает рабочая группа, еженедельно мы собираемся, обсуждаем проблемные вопросы и ставим перед собой задачи. На сегодняшний день котельные города все необходимые работы провели, как у себя на оборудовании, так и на трассах. Это промывка, обрисовка, были сделаны испытания. Вы знаете, что у нас долгое время проводились испытания на сетях котельные новые, потому что мы подавали давление рабочее, то есть и шлялись какие-то дефекты. Это было делано специально для того, чтобы вывезли слабые места. Но сейчас все работы сделаны, и опрессовка прошла удачно. Котельные, как и частные, у нас в основном не работают на газе. Это котельные коммунальщики, котельные ЭП Голубев готовы. Рабочая группа, члены комиссии там побывали. Оборудование находится в состоянии хорошем. Котельные готовы к запуску в эксплуатацию, к подаче теплоносителя. Котельная ТГК провела, там была комплексная проверка Ростехнадзора в прошлом году. На сущий день туда комплексная проверка Ростехнадзора не заходит, потому что пока еще действует прошлая проверка. Все замечания, которые Ростехнадзор выдавал, они исполнены, поэтому котельная готова. Котельные КБУ, все необходимые комплексы работ сделаны, и котельные тоже готовы дать теплоноситель в город. Все необходимые работы на ЦТП, на сетях водопроводных, канализационных сделаны. Поэтому, в принципе, могу констатировать факт, что город Берск чисто технически готов принимать теплоноситель. Данное время предполагаются ли какие-то сроки? Когда в городе подключат отопление? В первую очередь мы будем запускать социальные учреждения, это детские сады, школы. Сейчас пока мы определяемся с датой. Закон нам приписывает, обращаясь к берчанам, как трактует закон, что пять дней подряд температура не должна превышать среднесуточные 8 градусов по Цельсию. На сегодняшний день погода у нас достаточно теплая, и поэтому сейчас запуск тепла в как социальные учреждения, как в школы, так и пока мы в ожидании. Будем смотреть по погоде. Среднесуточная температура, опять же, не плюс 8, гораздо выше, но уже, наверное, ближе к той отметке, когда уже, наверное, необходимо подавать тепло. Поэтому у нас еще будет время провести совещание по этому поводу. Но мы вот будем примерно прикидывать, это вот третья декада сентября. Мы, наверное, будем уже пускать теплоноситель в систему, ее развертывать по подаче тепла в учреждения и в жилые дома. Ранее сообщалось, что из-за долга КБУ перед областными поставщиками будет сокращено поступление газа в Бердские котельные. Этот вопрос как-то разрешился? Тут нет такого, что, например, будет меньше газа. Газа будет столько, сколько необходимо КБУ для того, чтобы работали котлы котельные «Вега», а там у нас три котла газовых, работают в пиковый период зимой, и котлы котельные «Новой», которые работают только на газе. Газа будет столько, сколько необходимо МУПУ для работы. Ограничение заключается в том, что на тот объем, который превышает это ограничение, МУПУ будет платить больше, чем это полагается по договору. То есть заказательная база Российской Федерации предполагает, что если есть долги перед газовиками, то муниципальные предприятия, то есть котельные, получают так называемые ограничения. И вот разница между фактическим потреблением и ограничением, она оплачивает гораздо больше, чем оплачивал до этого. Подписан график между Газпромом и МУПКБУ. Администрация знает, как идут переговоры между газовиками и МУПом. По этому графику МУПКБУ уже совершает оплату. График устраивает Газпром. Он согласован с правительством областным. Газа будет столько надо, только КБУ будет за это больше платить. Опять же, на жителях это никак не отразится, что жители платят по тарифу, подтвержденному департаменту по тарифам. Продолжение следует...